МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Селяму алейкум, здравствуйте! В эфире информационный выпуск новостей. Хабир Лер в студии для вас работает Асан Абивлаев. Сегодня в нашем выпуске. Жуткая авария в Сахском районе. Перевернулся микроавтобус. Пострадали шестеро детей. Променяли автомобили на маршрутке. Синферопольские чиновники добирались на работу. Сегодня в непривычных условиях. Социальные проблемы. В селах Викторовка и Маловидное нет детского сада. Самый высокий мост в селе Льговское Кировского района. Строители приступили к возведению путепровода. Постепенно переходим на цифровое телевидение. В селе Пожарское установили вышку, которая обеспечит ближайшие села качественным телевизионным сигналом. Об этих и других новостях прямо сейчас расскажут наши корреспонденты. Шестеро детей пострадали в ДТП в Сахском районе, сообщает прислужба МВД Крыма. Авария произошла недалеко от села Низинное. Автомобиль Рено, в котором находилась семья из восьми человек, двигалась по трассе в сторону Севастополя. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, выехал за пределы проезжей части и врезался в забор. Пострадавшие в происшествии дети получили травмы различной степени тяжести. Двое доставлены в больницу, остальным оказана медицинская помощь на месте. На место ДТП немедленно выехали сотрудники ГИБДД. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии. Ситуация с уборкой мусора и ремонтом улиц в Симферополе улучшилась, однако незначительно. Такое мнение накануне выразил глава Республики Крым Сергей Аксенов на встрече с вице-премьером Юрием Гасняком. В Симферополе для более качественной уборки мусора работает дополнительная техника. Также сейчас проводится ремонт спецтехники, а это 10 уборочных машин. По словам зампреда, этот вопрос мог бы быть решен годом ранее, однако ему не уделялось должное внимание руководствам города. В этой неделе будет запущена, отремонтирована, запущены маршруты, еще дополнительно 8 единиц техник, которые на самом деле поправят ситуацию с точки зрения вывоза ТЭК. Когда эту технику, Юрий Михайлович, на разгляд, могли отремонтировать, вообще год назад могли отремонтировать спокойно, и у нас проблем бы с техникой не было. К сожалению, я так понимаю, что внимание руководства города не уделяет в данном случае ни предприятию, ни другим компаниям, управляющим, которые занимаются уборкой мусора. Провести рабочие встречи, хоть это мы делаем за администрацию города Симферополя, но по большому счету, со всеми коллективами всех предприятий, которые занимаются уборкой мусора. У них с людьми надо поговорить, но выслушать, какие у людей претензии. Может у людей вопросы зарплаты, материального снабжения, вообще вопросы подвоза к месту работы, но любые вопросы выяснить. В данном случае администрация согласована с советом министром по доведению штатной численности сотрудников и количества техники до норматива, необходимого, чтобы убрать весь город Симферополь, чтобы он блестел. Сергей Аксенов также поручил до конца недели утвердить схему уборки 1025 улиц Симферополя. Кроме этого, глава республики распорядился увеличить штат сотрудников и количество техники. Что касается дорожного строительства, в этом вопросе Юрий Гысанюк рассказал про имеющееся оставание почти две недели. На это Сергей Аксенов ответил виной всему недостаток рабочих на местах. Он подчеркнул, что пока не завершатся строительные работы в столице, не должна быть перекрыта дополнительно больше ни одна улица. Пока Кирова не сделает, пока Севастополь в какой отрезок не откроет, не закрывайте авиационную, запретить закрытие. Мало того, еще раз говорю, запрещаю без согласования с ГИБДД ни одна улица перекрыта быть не должна. За три дня информирование минимально, то есть как бы везде. Дмитрий Анатольевич, проследите, чтобы на портале администрации города Симферополя в данном случае эта информация была. На встрече говорили и о работе общественного транспорта. Глава республики подчеркнул, что в данном направлении необходимо принимать экстраординарные действия, так как ничего не меняется, расписание и маршруты не выдерживаются, автобусы переполнены. Частота транспорта, качество вождения и отношение водителей к пассажирам оставляют желать лучшего. Я надеюсь, что я услышу в том числе в пятницу о конкретно наказанных перевозчиках, наказанных не просто там, ну так, что пошутили или пальцем погрозили, то есть как бы реально с лишением лицензии, соответственно, принятием административных мер, штрафов, то есть там, где необходимо, возбуждением уголовных дел. Я по-другому, то есть как бы не вижу, как исправить ситуацию. Ну, наглость такая, в конце концов, компенсируем в полном объеме затраты на перевозку льгодных категорий граждан. И здесь, в данном случае, просто над нами происходит издевательство. Будут вопросы и контролирующим службам, которые должны были работать на этом направлении. Променяли автомобили на маршрутке. Симферопольские чиновники добирались на работу сегодня в непривычных условиях. Такое поручение им дал накануне глава Республики Крым Сергей Ахсюнов. Добираться общественным транспортом требовалось именно в час пик. Как госслужащие оценивали качество предоставляемых перевозчиками услуг, расскажут наши корреспонденты. Глава Крыма Сергей Ахсюнов недоволен транспортным сообщением в Симферополе. В связи с этим дано поручение мэру города и депутатам городского совета добираться до работы на общественном транспорте в час пик. Так сказать, чтобы лично на себе прочувствовать неудобство перемещений. Тотальный ремонт дорог, огромные пробки и нерегулярные рейсы городских автобусов. Для Симферополя сегодня самая болезненная тема. Устали от транспортного коллапса не только жители города, но и глава республики. По поручению Сергея Аксенова депутаты и глава администрации сегодня едут на работу в маршрутках. Каждого чиновника и депутата распределили по конечным остановкам и отправили на работу в автобусе. Так, например, Евгений Катушев, депутат городского совета, добирался на работу на 52-м автобусе. А вот председатель горсовета Виктор Агеев ехал в тридцатке. Едем с витром калачем Агеевым. Пока у пассажиров нарекания только на пробке маршрут будет стабильно. Где, как ни в переполненном автобусе, можно понять действительное состояние общественного транспорта и узнать мнение людей об эффективности своей работы. Сказать, что симферопольцы недовольны – ничего не сказать. Ну, очень большие пробки в городе, из-за этого как бы они все задерживаются и все в пробки попадают. Ну, а так как бы минут 20-25 стоишь, ждешь. Есть график, но они не ездят. Непонятно, когда. Когда хотят, тогда приезжают. Было даже такое, вот детей оставлял на полпути автобус. То есть, говорил, что дальше не поеду. Услышать мнение людей депутат горсовета Юрий Нестеренко, видимо, так и не решился. Он обещал уехать с конечной остановки 80-го маршрута в Ахмечете. Об этом даже сообщил корреспондент у нашего телеканала еще вчера. Но, как оказалось, не царский транспорт этот автобус. Нестеренко так и не появился на остановке. На звонки не отвечал. Кстати, автобус номер 80 за полтора часа также никто не встретил. Пошел, ребята. Каждый день ответа или перезвоните? А вот депутаты, которым удалось пообщаться с жителями, прочувствовали проблему на себе. Ехали несколько километров более часа. Отзывы людей, ожидающих транспорт на остановках, не самые положительные. Кроме привычных пробок, люди жаловались и на ленивых водителей, которые не доезжают до конечных остановок. Просто невыносимо. Всех детей наших затравливают, запугивают. Вот отсюда довозят и говорят, все, я дальше не еду. Если говорят, нет на автобусе надписи, что ешельдах, я не везу. Понимаете, дети бедные ничего ответить не могут. И вот они идут туда полтора километра пешком. Встретить представителей власти, держащихся за поручни в общественном транспорте и на остановках для людей было неожиданностью. Пообщались вне кабинета, пожаловались, будем ждать результатов, улыбаясь, рассказывают симферопольцы. Насколько эффективна данная мера, горожане узнают в ближайшее время. Энвер Аблизист, Рамазан Аливапов, телеканал Милет. Жители сел Викторовка и Маловидное Бочарайского района просят построить им детский сад. Малышей в поселках с каждым годом становится все больше. Но дошкольных заведений здесь никогда не было. А ближайший садик находится в 12 километрах. В селах Викторовка и Маловидное около 200 детей дошкольного возраста. Поэтому о детском саде тут мечтают едва ли не в каждом дворе. Мамочки вынуждены бросать работу и воспитывать своих малышей. В аромат возить нам сложно, и дороги не такие. И вот растет маленький. Хотелось бы, конечно, чтобы здесь был детский сад. У нас очень много детей. Некоторые родители детей водят в город или в соседнюю деревню, которая находится в 12 километрах от Викторовки. Но самим туда ездить накладно. А организованного подвоза нет. К тому же зимой в плохую погоду по разбитым дорогам добраться до детского сада становится настоящим испытанием. Очень плохая дорога. Из-за этого приходится нашим папочкам возить через центр. То есть это очень тяжело. Мы не можем на работу выйти, потому что нам некуда их, как говорится, пристроить. Местный житель Сервер Асанов вот уже 8 лет пытается решить эту проблему. Обращался во все инстанции, писал письма. Но пока реальных результатов и решений нет. Нет. Подвоза детей нет. Так как бюджетом не предусмотрено это. То есть родители сами? Сами возят. И это очень финансово тоже как бы накладно. Не каждый может. И много детей сидят дома и идут потом в школу неподготовленные. Местные власти об этой проблеме сельчан знают. Уже направили письмо в Совет министров Крыма. Сейчас вопрос на рассмотрении. Скорее всего, очень надеемся на это, что этот объект будет включен. И дети села Викторовка и Маловидного получат возможность посещать детский сад и школу, не выезжая из родного села. Детские сады нужны и в других поселках района. Но именно здесь вопрос стоит наиболее остро. В администрации все-таки заверили. Детский сад на 120 мест обязательно построят. Уже подготовили земельный участок. Осталось дождаться решения Министерства образования республики. Крым назвали лучшим туристическим направлением, самым качественным отдыхом в России. Об этом сообщили сотрудники российского сервиса бронирования жилья. Специалисты проанализировали отзывы туристов и выяснили, в каких регионах России самое качественное жилье и отдых. За 2018 год Крым посетило более 6 миллионов туристов. Данные социологического опроса показали большинство отдыхающих москвичи. Около миллиона туристов – жители Украины. Первым там идет лидером Краснодарский край, второй Крым и остальные уже города России. Это прежде всего наша работа, поэтому мы довольны и, честно говоря, останавливаться мы не будем. Сейчас идет работа по следующему туристическому сезону. А теперь еще и добираться в Крым станет проще. Международный аэропорт Симферополь начнет принимать чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в зимний период. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. Такие рейсы по каждому направлению будут выполняться дважды в неделю. В пресс-службе отметили спрос на отдых в Крыму в осенне-зимний период по сравнению с прошлым годом вырос на 21%. Билеты проданы до января 2019 года. Минимальная стоимость туров предоставляемых компаний составляет почти 12 тысяч рублей на человека на новогодние даты от 35 тысяч рублей. Строители монтируют пролеты самого высокого моста на трассе Таврида. Путепровод находится в районе будущей развязки федеральной дороги возле села Льговское в Кировском районе. Готовность моста 45%. Общая готовность развязки, а в первую очередь Тавриды 85%. Наша съемочная группа побывала на месте строительства. Подробнее у нашего корреспондента Айши Шулаковой. Несколько десятков строителей техника различной сложности. Работы здесь не останавливаются даже ночью. Применяются только современные технологии. Все по мировым стандартам. Уже скоро на этом месте появится полноценный мост высотой в пятиэтажное здание. Его возводят рядом с транспортной развязкой в районе села Льговское Кировского района. Это самое высокое искусственное сооружение первой очереди трассы Таврида. Максимальная высота опор моста 15,5 метров. Уже установлены все опоры моста. Уложено больше половины пролетных строений. Это будет четырехпролетный мост длиною почти в 100 метров. Строители оценивают его готовность 45%. После того, как уложат дорожное покрытие, здесь установят барьерное ограждение, нанесут разметку и оборудуют водоотводы. Движение на мосту по двум полосам проезжей части откроют уже в декабре этого года. Работаем круглые сутки по графику. Все идет нормально. А вот Льговская развязка, в отличие от моста, готова уже на 70%. Это конец второго этапа строительства трассы Таврида. Движение по ней будет частично пущено в рамках первой очереди строительства трассы Таврида. Это 190 километров от Керчи до Симферополя в двухполосном исполнении. Движение на этом участке будет открыто уже в декабре этого года, через два месяца. Трасса Таврида соединит Керчь с Симферополем и с Севастополем. Общая протяженность составит 250 километров. Стоимость – почти 150 миллиардов федеральных средств. Запуск движения транспорта будет осуществляться поэтапно. Четырехполосную дорогу от Керчи до Севастополя откроют в декабре 2020 года. Айша Шулакова, Эрвин Амиралиев, телеканал «Миллет». Несколько килограммов марихуаны и десятки боеприпасов. Феодосии сотрудники пограничного управления ФСБ обыскали дом местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В результате специалисты нашли измельченную в порошок, а также высушенную коноплю. Общий вес находки составил 7 килограммов. Был изъят также травматический пистолет и 8 патронов. Боеприпасы, стоит отметить, были без разрешительных документов. А вот возле дома 55-летнего жителя был обнаружен еще и куст конопли высотой 3 метра. Специалисты все обнаружено изъяли. Материалы дела переданы в полицию. Жители полуострова постепенно переходят на цифровое телевидение. Сегодня в селе Пожарское установили вышку, которая обеспечит ближайшие села качественным телевизионным сигналом. Когда в Крыму отключат аналоговое телевидение, расскажет наш корреспондент Мухаммед Зекиряев. Эта станция высотой 12 метров позволит жителям трех сел смотреть цифровое телевидение. В скором времени такие телевышки будут установлены по всему Крыму. Это не первая антенна, которую установили в Симферопольском районе. Подобные станции устанавливаются по всему Крыму. Около 10 тысяч жителей столицы с удовольствием смотрят цифровое ТВ. К концу года власти Крыма планируют установить около 40 подобных телевышек. Средняя стоимость приставки на территории Российской Федерации это где-то около 700 рублей. Средняя стоимость той же антенны дециметровой тоже около 700 рублей. Но нам, чтобы не было спекуляций, мы проведем совещание, чтобы остановить эти цены, договориться, чтобы на таких же порогах оставалось. Чтобы не повторялось такого, как было у нас в 2015 году, когда было у нас такое массовое отключение электроэнергии, вы помните. И когда цены на генераторы росли не по дням, а по часам. Для многих горожан потратить 20-30 тысяч рублей на новый телевизор, принимающий цифровой сигнал – непозволительная роскошь. А вот заплатить около тысячи рублей за специальную приставку может практически каждый. Данный объект выбран не случайно, потому что жители населенных пунктов пожарская, водная и так далее, вот этой долины имели всегда затрудненный прием от передающей станции Симферополя, потому что за счет рельефа местности. Поэтому и выбрана точка по радиопланированию именно в этом месте, чтобы покрыть зону вот этой балки, которая идет до Николая. Для жительницы села Демьяновка сегодняшний день – настоящий праздник. Ей установили цифровую приставку. Теперь бабушка ежедневно сможет следить за свежими новостями России и смотреть любые сериалы в хорошем качестве. Конечно, очень рада я. Очень рада. Спасибо детям, чтобы вы успокоили за мной. Спасибо. Очень хорошо показываю. Все хорошо. Спасибо. К 2019 году практически вся Россия перейдет на цифровое телевидение. С нового года аналоговое вещание просто отключат. Чтобы не остаться без любимых передач, крымчанам необходимо заранее позаботиться об установке цифрового оборудования. Мухаммед Зекиряев и Магомед Нестуров, телеканал «Миллет». 300 кустов хризантем теперь украшают проспект Победы. Высадили цветы сотрудники МУП «Город». Для создания красоты в этой части города принимали участие 6 специалистов, применив в работе лишь одну поливочную машину. Уже скоро в столице появится еще 800 кустов хризантем и 45 кустов роз. Ими планируют украсить площадь Советской Конституции. Работы по озеленению Симферополя будут продолжаться до конца ноября. Редван Османов стал победителем юниорского турнира в Краснодаре. Наш спортсмен принимал участие в соревнованиях по греко-римской борьбе среди юниоров. Турнир памяти Вячеслава Новикова прошел 5-7 ноября в Краснодаре на базе Краевого физкультурного оздоровительного спортивного клуба «Спартак». Всего в соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из разных регионов страны. Редван Османов отличился в весовой категории до 67 килограмм. Также он был награжден Кубком за лучшую технику. Это были все новости на сегодня. В студии для вас работу Асана Библаев не переключайте телеканал «Амилет». Хорошего вам вечера. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова